DevOps Kitchen Talks. Готовим Амазон. Всем привет! С вами Саша и вы на канале DevOps Kitchen Talks, где мы с вами уже в четвертый раз будем смотреть еще один AWS-сервис, с помощью которого можно развернуть статический веб-сайт в Амазоне. Итак, сегодня у нас, как вы можете понять по экрану, который видите перед собой, в примере будет использоваться лямбда-функция. Мы попробуем использовать лямбда-функцию в качестве своеобразного веб-сервера и отдавать наш сайт нашим клиентам через лямбда-функцию. Я уже залогинился в AWS-аккаунт, открыл страничку лямбда-функции, и теперь давайте немножко поговорим, что такое лямбда. В современных клауд-провайдерах сегодня достаточно активно применяется и предоставляется клиентам такой сервис, как Function as a Service. Этот сервис позволяет реализовать какую-то логику. Чаще всего это какие-то бизнес-задачи через функции, чтобы не приходилось для того, чтобы сходить в какой-то S3 Bucket, скачать файл и вернуть его запрашивающему клиенту. Целый сервис. Для этого можно писать маленькую функцию, которая выполняется в Амазоне, которая выполняется очень быстро, которая бесконечно практически может скейлиться, и обработать очень-очень большое количество запросов в секунду. Лямбда-функции — это как раз-таки реализация Function as a Service в Амазоне. Это достаточно большой пласт информации, потому что данный сервис на самом деле очень популярен. С помощью него реализуется и сервер лес, и какие-то бизнес-интеллигент задачи, и оно очень-очень-очень популярно. Это очень классный сервис, который постоянно улучшается. Мы с вами просто рассмотрим на примере Лямбды, как можно отдавать какой-то статический контент, веб-контент клиентам. Но сразу оговорюсь, данный подход не очень хорош для статического веб-сайта, потому что у Лямбда-функции есть очень много ограничений, в том числе на размер самой функции. А если ваш статический сайт будет со временем расти, то, скорее всего, это будет не очень хорошо для вас, если вы будете хранить прям все-все-все там. С другой стороны, вы можете какие-то свои ассеты, картинки и так далее хранить на S3-бакете, Лямбда оттуда забирать, отдавать клиенту, но, опять-таки, не всегда это подходящий вариант. Более того, пример, который мы с вами сегодня рассмотрим, можно адаптировать и использовать на CloudFront CDN, так называемый сервис Лямбда-эт-Идж. Но, опять-таки, сегодня у нас задача посмотреть на этот сервис, сделать то, что мы хотим, а делать выводы и проводить анализ мы будем в конце всей серии, буквально через два или три выпуска. Итак, давайте начнем. Первым делом нам надо с вами сделать Лямбда-функцию. Для этого нажимаем пункт Create Function. У нас есть несколько вариантов. Мы можем использовать from scratch, то есть писать функцию полностью с нуля. Мы можем использовать какой-то blueprint, то есть какой-то sample-код, который нам предоставляет Amazon. Относительно недавно появилась возможность запускать Лямбда-функции как контейнер, то есть мы подготавливаем контейнер, туда складываем исходный код, зависимости и так далее, и Лямбда-функция при запуске просто будет использовать этот контейнер для того, чтобы обработать входящий запрос. И есть еще так называемый сервер для SAP Repository. Это такое место, где можно найти что-то готовое. Значит, дальше мы вводим необходимые параметры, и в качестве function name мы введем DevOps Kitchen Talks static. В качестве рантайма мы с вами будем использовать Python 3.9, просто потому что персонально я больше знаком с данным рантаймом. Архитектуру для кода мы можем использовать либо x86-64, либо arm64. Ну давайте выберем arm64. Permissions, так как в целом нам ничего особенного не надо, все вставляем по умолчанию, и наша лямбда-функция просто будет уметь писать клаудовую члоги. Для нас это более чем достаточно. И в Advanced Settings у нас есть разные пункты. Самые из них, наверное, интересные — это enable function URL, относительно новая возможность, когда мы подготавливаем на базе Амазоны какой-то URL, который мы можем использовать как точку входа в нашу функцию. Соответственно, мы выбираем этот флажок, потому что он нам нужен, и в качестве authorization выбираем not, потому что мы, в принципе, будем отдавать это всем, и нам не надо в целом иметь какое-то средство авторизации. Также у нас есть возможность указать какие-то теги для нашей функции, всего того, что будет создано, и есть возможность поставить ножки функции в какую-то VPC для того, чтобы иметь доступ к каким-то приватным частям и компонентам нашего большого стека приложения. Ну, в нашем случае у нас его нету, поэтому мы это тоже выбирать не будем. Нажимаем create function. У нас достаточно быстро создастся функция. По умолчанию в этой функции будет не очень много логики. Там будет просто базовый хеддер, который будет возвращаться вместе с базовым респонсом к клиенту. Как вы видите, тут есть статус-код 200, и body — это просто какое-то сообщение от лямбды. Оно уже работает. Мы можем нажать на function URL и убедиться, что мы видим сообщение от лямбды. Все, в принципе, работает. Но у нас, на самом деле, есть уже подготовленный код, поэтому давайте мы посмотрим, как его подготовить, чтобы можно было его отправить в Amazon. Итак, давайте откроем наш исходный код, который у нас хранится в нашем репозитории DevOps Kitchen Talk Static Site. Там в папочке 0.4 лямбда есть, соответственно, сама наша лямбда-функция, мы ее чуть позже рассмотрим, и readme-файлик, в котором написана информация по тому, как сделать дело, которое мы хотим сделать. Для этого надо скопировать папочку dist из нашего корня репозитория прямо в этот каталог, в котором мы с вами находимся. После этого мы выделяем наши все файлы и просто делаем compress, то есть создаем zip-архив. Теперь, если мы вернемся непосредственно в наш AWS-консоль, мы увидим, что мы можем загрузить из zip-файла. Для этого мы выбираем upload, 0.4, выбираем наш архив и нажимаем кнопочку save. У нас произойдет загрузка этого архива в Amazon. Он распакуется, и вот сюда прилетела папочка macOS. Ну ладно, это мы потом уберем. И тут появилась наша функция и весь наш статический сайт в папочке dist. Давайте посмотрим чуть в подробностях, что эта функция делает. В ней есть первая функция, называется getFile, которая пытается открыть в папочке dist паз, который запрашивает пользователь, и если он есть, он его отдает. Иначе он просто пишет, что файла нет, но ошибки это не вызывает. После этого он возвращает два параметра, а именно первый параметр — это extension файла, который вычисляется на лету в соответствии с пазом, который передал пользователь, и, собственно, данные, которые найдены. Если ничего не найдено, то по умолчанию передается none. Дальше у нас начинается сама функция. Функция в Python, да, и в любых языках программирования, которое поддерживается лямбдой, начинает с какого-то ключевого слова, которое является входом в нашу функцию, да, в данном случае лямбда-хендлер. Он принимает в себя две переменных, которые Amazon предоставляет информацию о том, что произошло, а именно event — это, как правило, что триггернуло функцию со всеми параметрами оттуда, и контекст — все то, что касается выполнения конкретно этой функции. Ну, что интересно, из ивента, например, по ключу raw pass мы можем получить путь, который запросил клиент, да, то есть именно URL pass, который у нас следует после нашего сайта. Соответственно, по умолчанию мы формируем какой-то респонс, двухсотый код с хидером, текст HTML, чтобы он просто был. Дальше мы пытаемся получить файл с помощью нашей функции и записываем extension в переменную extension, а body — соответственно, содержимое в переменную body. Дальше мы проверяем, если у нас body пустой, и если у нас pass не заканчивается с index.html, то мы возвращаем клиенту 301-й код с хидером index.html, чтобы его перенаправить на index.html. Это нужно для того, чтобы у нас все работало как надо, если пользователь просто открывает корень. Если мы, например, этого не сделаем и закомментируем, мы можем сделать тестовый деплоймент, пробуем открыть, мы увидим null. Хотя в целом, если у нас откроется index.html, у нас все работает. Ну, давайте мы все равно к этому вернемся, я просто, чтобы объяснить, зачем мы это сделали. Дальше мы делаем небольшой анализ, мы проверяем extension. Если extension равен gpg, это значит, что это картинка. Соответственно, мы говорим, что response body будет тогда у нас немножко другой. Мы сюда записываем b64 код. Content type у нас будет image.jpg. И обязательно добавляем из b64 encoded ключ в хидеры, а не в хидеры, а в response, равен true. Если же extension не равен gpg, мы тогда просто записываем body в body и в качестве content type формируем просто text slash extension. Ну, это актуально для JavaScript, для JS, для CSS. Это все воспринимается как валидные, так называемые, мими-тайпы, контента, которым отдаем, и, соответственно, браузер это рисует в соответствии с тем, как мы это хотим. Давайте нажмем кнопочку deploy, потому что мы немножко модифицировали эту функцию. В репозитории на момент просмотра ролика все будет уже актуально, там ничего не надо будет править. И теперь можем попробовать открыть URL. Сайтик открылся, мы можем проверить, что без индекса HTML оно открывается, ну, нас перенаправляет, и мы видим, что все открывается, картинки отрисованы, все отлично, все картинки кликабельны, и все у нас работает. Соответственно, цель была показать, что лямбда действительно может быть использована для этих целей, учитывая стоимость на запуск, на трафик лямбда-функции в сравнении с другими сервисами, иногда это может быть даже дешевле. Плюс лямбда легко интегрируется с разными сервисами, и более того, может быть использована, как я говорил, на стороне each location, CDN, cloud, front, так называемый lambda at each service. функция, если мне не изменяет память, там немножко будет выглядеть по-другому, но суть остается абсолютно такой же. Она будет работать абсолютно так же, и это прям хорошо. Соответственно, это на сегодня все. Ждите новый выпуск, еще как минимум один, возможно, будет два, где мы рассмотрим, соответственно, один или два новых сервисов. Пишите обязательно ваши комментарии, вашу обратную связь, она очень нам цена. Я пытаюсь постоянно мотивировать делать новый контент, и я очень надеюсь, что новый формат вам действительно заходит, по крайней мере, по комментариям выглядит это так. Спасибо, оставайтесь на связи. Кроме веточки АВС, слушайте и другие выпуски, они все еще будут выходить, подкасты. Недавно был выпуск с Марией, где мы в очередной раз обсуждали Kubernetes. Все будет делаться максимально качественно, и будем стараться выпускать все больше и больше нового контента. Спасибо большое за внимание. Будем с вами видеться снова. Пока-пока. DevOps Kitchen Talks закончили.